Полуторагодовалая Беатрис только учится разговаривать, но, как говорят специалисты, у неё очень хорошо получается. Первые слова малышка произнесла в 10 месяцев, тогда же начала ходить. Правда, слово больно разучивать, категорически отказывается. Ребёнок обычный, жизнерадостный, и развивается она у меня хорошо, и кушает, и всё у неё замечательно. Просто в силу своего возраста она не понимает, что она больна и очень серьёзно. Шумы в сердце девочки обнаружили ещё в роддоме. Обследование доказали – у малышки порог сердца. А именно дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток. Другими словами, отсутствует один из клапанов. Правда, счастливая мама о диагнозе узнала только на пятый день. Тогда был день выписки. За мной уже приехали родители, меня уже должны были выписывать, а тут мне ребёнка не отдают. Говорят, вы-то всё, выписывайтесь. А ребёнка мы забираем в реанимацию, и нам нужно узнать конкретно, что обследовать её и узнать, что с ней не так. Мне даже на тот момент не сказали, что с ней происходит. Вместо домашних стен – обстановка патологического отделения. Девочку серьёзно обследовали, но сразу делать жизненно необходимую операцию не стали. Слишком крохотный организм для таких вмешательств. К тому же во Владивостоке такие сложные операции просто не делают. Но в Росфонде, куда обратилась семья, рассказали. В июле в Приморье приедет московский хирург, который сделает здесь несколько операций с использованием эндоваскулярной методики. Быть и необходимо оказаться в числе его пациентов. По мере роста ребёнка будет нагрузка на сердце. И какие ухудшения? Это там давление поднимается, обмороки, ну и вплоть до того, что она может умереть в конце концов. Если сейчас, именно в данный момент, не делать операцию. Стоимость такой операции 260 тысяч рублей. И если в полной семье такую сумму собрать проще, то для Анастасии это звучит как приговор. В семье работает только бабушка, которая и сама в прошлом году перенесла серьёзную операцию по онкологии. А отец Бетти помощи ни финансово, ни морально уже давно не предлагает. Он уехал в другую страну в поисках работы и пропал. То есть я с ним развожусь и дети его уже забыли. История, которой ещё несколько лет назад можно было бы позавидовать. Знакомство на стройке грандиозного саммита АТЭС. Он оператор крупногабаритной техники, приехавшей из Мексики. Она переводчик. Роман, свадьба, первый ребёнок, совместный переезд в Москву. А там рождение уже второго ребёнка, долгожданной дочки. Но со столицей пришлось распрощаться, когда у отца двоих детей закончился контракт. Однако ехать за мужем в Мексику с серьёзно больным ребёнком на руках Анастасия не решилась. Вернулась в родной Владивосток. А вот муж, видимо, не особо расстроился, что так получилось. На тот момент Бетти было всего 4 месяца. Да, он всё знал. Да, может быть, это одна из причин. Может быть, испугался. Не знаю. О состоянии малышки отец спрашивает, когда звонит. Хотя это, по словам Анастасии, бывает крайне редко. Поэтому мама уверена, папу Бетти не помнит. Гораздо болезненней. Отъезд отца переживал её старший брат Гордей. От сильных переживаний у мальчика даже начались проблемы с речью. Сейчас он разговаривает едва ли лучше, чем полуторагодовалая сестра. Но друг друга малыши очень любят и понимают без слов. Она просыпается. У неё первое слово – это Гордей. Где Гордей? Она бежит к нему. Его будет. Он там спит. Она его будет. И они очень любят друг друга. И брат очень переживает за неё, когда она плохо себя чувствует или что-то там приболеет. При этом с братом они, как замечает мама, совершенно разные. Гордей настойчивый и целеустремлённый. Бетти энергичная и лёгкая на подъём. Если старшего брата нет, а кто-то её обидел, она стоит и как такая девочка. Девочка плачет. Вот так вот. И не знает, что делать в этих случаях. Как дать сдачу. Единственное, в чём маленький Гордей своей сестре помочь не может, так это дорогостоящая операция на сердце. Но шанс вылечить девочку есть у вас, телезрителей Восьмого канала. Самый простой способ помочь – отправить СМС-сообщение на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость услуги – 75 рублей. СМС с одного номера можно отправлять сколько угодно. Инна Щедрова, Игорь Бултов. Новости на Восьмом. Чих-чих, чих-чих, чих-чих. За организацию съёмок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok